Вот так на иврите с чисто американским акцентом однажды эмоционально высказался израильский баскетболист Таль Броди. Произошло это после финала Лиги Чемпионов, это ли как-то тогда называлось, чемпионат ФИБА по баскетболу между Таль-Авивским Макаби и Московским ССКА в далёком 1977 году. А чего я вдруг сегодня это вспомнил, спросите вы меня. Ну, конечно, в связи с победой вчерашней сборной Украины, с её попаданием на чемпионат Европы, который состоится в Германии уже в июне. Почему это важная победа? Кто такой Таль Броди? Таль Броди был американский баскетболист, но он даже играл за сборную США на Олимпиаде, а потом получил израильское гражданство, эмигрировал в Израиль, так как был евреем. Стал играть за Таль-Авивский Макаби, отказавшись играть в NBA, кстати, куда его приглашали, он был выбран на драфте NBA. И вот с клубом Макаби Таль-Авив, который до этого сильно-то звёзд в небо не хватало, они выходят в финал, играют с ЦСКА Москва, то есть с главными врагами, с главными прямо врагами. Ведь советская армия тогда была главным врагом Израиля, это она снабжала, финансировала, тренировала арабские армии, которые только что, совсем недавно, в войну судного дня пытались стереть с лица земли Израиль. И выходит, значит, Макаби Талиф выигрывает у ЦСКА, кстати, тогда советские, естественно, руководители отказались ехать в Таль-Авив, поэтому игра была на нейтральном поле. И Таль-Броди что сказал, что означало эта фраза? Мы на карте и мы остаёмся на карте, не только в спорте, во всём. То есть вот эта победа Макаби Таль-Авива тогда для него, для молодого израильтянина, символизировала то, что теперь Израиль точно будет существовать. Он теперь часть мирового сообщества, раз он смог выиграть чемпионат Европы в баскетболе среди клубов. И ведь Израилю тогда было примерно столько лет, сколько сегодня Украине. Вот для Украины это важно, чёрт возьми. И вы будете говорить, и многие говорят, да что, я читал вчера в Фейсбуке, что в этом о футболе, тут война, люди гибнут и так далее. Но посмотрите на наших ребят, на наших футболистов, как они-то тоже понимают, кто их сегодня защищает. Они понимают, кому они благодарны, и они прямо вслух постоянно об этом говорят. Но в чём их достижение? Вот у нас война, у нас есть военная составляющая, наши бойцы на фронте. У нас есть тыловая составляющая, люди, которые работают, там что-то делают и так далее. Политическое руководство, разведка, медиа. И у нас есть вот такое имидж государства, имидж страны. От того, что сборная Украины оказалась на чемпионате Европы по баскетболу, о, вы извините по футболу в данной ситуации, это меня уже Наталья Броди тянет на Израиль. Это означает, что для каждого немца, который там будет на этих матчах, Украина часть нашего европейского сообщества. Здесь играют только европейские страны. Никакой России здесь больше нет и не будет на чемпионате Европы, пока она не станет вдруг нормальной страной. Хотя мы в это не верим, никогда она не станет. То есть никогда Российская Федерация на чемпионате Европы не окажется. А мы часть этого сообщества. Там все. Там все. Там немцы, французы, голландцы, англичане, итальянцы. И мы, Украина. И Польша. Все там. И мы часть этого сообщества. Мы на карте. И мы останемся на карте. Вот в этом главный, на самом деле, на мой взгляд, вывод из вчерашнего матча. Напомню, что, ну, сообщу тем, кто не знает, не все интересуются футболом и не обязаны. Вы знаете, я тоже крайне редко смотрю футбол. Несколько раз в году. Обычно вообще один. Ну, несколько раз в году. Но вчера был тот матч, который я не мог пропустить. Потому что это была политика. Это был символизм. Это было не футбол. Это было гораздо больше. Поэтому у меня вчера интернет подвисал, вся Украина это смотрела. И на фронте, я уверен, это смотрели точно так же. И вы знаете, меня потряс главный тренер сборной Исландии. Мы выиграли, да, в чем идея, в чем интрига. Играли в финальный, самый главный матч против сборной Исландии. Побеждаем мы. Мы на чемпионате Европы играем в Германии. Это огромный турнир второй по значимости в мире. Побеждают, как говорится, они, исландцы, они играют, мы нет. Мы аут. И тогда мы не часть, как бы, европейского сообщества. И Исландия сильная, очень сборная, сильная. И вот наши ребята выигрывают. Причем сначала пропустили гол, потом два наши забивают. В решающий момент не дрогнули, как и в полуфинале против Боснии. То есть показали украинский характер вот такой. Людей, которые никогда не сдаются. До конца бьются и не теряются в сложной ситуации совершенно. И вот главный тренер сборной Исландии после матча тоже сказал такие, знаете, прямо в нашу поддержку слова, как это ни странно. А ведь этому человеку было тяжело. Он только что проиграл, может, главный матч своей жизни. Главный тренер сборной Исландии. Он только что не попал на чемпионат Европы, этот человек. И он говорит, если уж мы должны были кому-то проиграть, то пусть это будет Украина. То есть Оль Оге Харейда проявил уважение именно к нам, как к народу, к стране, которая страдает от российской агрессии. Очевидно, совершенно. И это я не натягиваю Саву на глобус, не придумываю. Он действительно до этого говорил ужасно, что такое происходит. Говорил он накануне этого матча, вспоминая войну. Войну России против Украины. Он напомнил прямо в интервью о войне. По словам этого 70-летнего норвежца, его дочь приютила у себя бежавших от военной агрессии России украинцев. Он рассказал об этом в интервью Исландскому порталу. Он назвал абсолютно ненормальные ситуации в современном мире, когда одна страна нападает. Но любую выразил сочувствие украинцам, а также футболистам сборной Сергея Реброва, которые уже больше двух лет не могут играть на своих домашних стадионах. Тренер Исландцев сказал, я сочувствую украинцам, которые сильно пострадали. Моя дочь приняла у себя в доме бежавших из Украины, и мне жали их за то, что им пришлось бежать из своей страны, из-за нападения со стороны другой страны. Ужасно, что такое происходит в современном обществе. Вот так весь мир понимает, в каком мы состоянии, в каком мы положении. И как важна для нас эта победа? Как важна для нас эта победа? Как важна она для Зинченко Александра, для которого это будет третий чемпионат Европы? Но я уверен, что совершенно особо представьте. Человеку 27 лет, он четыре раза выиграл чемпионат Англии, и он третий раз едет на чемпионат Европы в 27 лет. И Оги Харейда сказал, ну знаете, когда у вас, ну это я про тренера исландцев, когда у вас на замену выходит такой человек, как Зинченко, а он звезда мирового футбола, то вы же понимаете, как трудно играть с вашей командой. Цыганков, автор гола в ворота Исландии, сказал, хлопцы, что воюют за нас, это в первую очередь для вас. То есть обратился он к людям на фронте. Андрей Шевченко, представитель нашей федерации, пришел в раздевалку к нашей команде. Говорит, мне пишут тысячи сообщений, тысячи месседжей. Все люди с фронта тоже пишут, и они говорят, что вы подарили нам кусочек счастья, сказал Андрей Шевченко. В общем, мы увидели, как будто всю историю украинского футбола вместе, потому что Сергей Ребров тренирует команду, Андрей Шевченко как бы руководит федерацией. Множество в этом символизма. Да, в прошлый раз, я помню, в 2006 году Андрей Шевченко сам играл на этом чемпионате мира по футболу. Я тогда ездил в Германию, почему я вспомнил. Германия, 2006 год, и Украина тогда вошла в восьмерку лучших сборных мира, выйдя в четвертый финал. Я ездил тогда на этот чемпионат мира специально болеть за Украину. Сейчас не поеду, к сожалению, потому что война. Так бы тоже поехал. Если победим, ну мы не победим до этого момента, простите. Так быстро и таких чудес не бывает. Матчи состоятся, теперь Украина играет на чемпионате Европы, стала частью этой европейской семьи, поймите, это главное. Вот если бы мы для них были какие-то люди, которые непонятно кто, очень точно сказал один человек, не буду сейчас, хотя, ну как, в общем, Альфред Кох сказал это, говорит, что украинцам надо понять, что их же там не совсем на Западе считают за своих. Им надо что-то делать, чтобы считали за своих. Вот, вот наши это сделали, чтобы считали за своих. Наши это сделали, что наша сборная теперь там. И как можно там уничтожить страну, которую вот мы же с ними в футбол играем. Вы что, это наши пацаны. Я думаю, что это прибавит нам прямо реально материальной помощи, оружия, поддержки. Серьезно, участие нашей сборной в чемпионате Европы прибавит нам поддержки. Кстати, больше, чем если бы это было на чемпионате мира. Чемпионат мира был в каком-то далеком Катаре, там были всякие разные страны. Иди разбери, кто тут хороший, кто плохой. Там и Иран, по-моему, играл. Я уж там не помню, играл ли он на последнем чемпионате. А здесь мы европейская семья, чемпионат Европы. И мы теперь точно Европа, Украина, Ц, Европа. Украинца, Европа. И вот три матча, которые будут играться в группе. Это матчи 17 июня против Румынии. Потом 21 против Словакии. 26 против Бельгии. Хочу напомнить, что, ребята, нашим футболистам, вы там осторожнее с румынами. Все-таки они тренируют наших летчиков на F-16. Хотя к этому моменту, я думаю, к 17 июня все летчики вместе с F-16 уже будут на фронте у нас. Все уже перелетят из Румынии в Украину. Но все-таки проявить уважение к Румынии и к Словакии надо отчасти тоже проявить уважение. Они нам давали гаубицы Сюзанны, отдали нам все свои гаубицы. Хотя сейчас там все не очень однозначно с поддержкой Украины и Словакии. Но и Бельгия, с которой мы играем, тоже для нас непростая страна, необычная. 300 бронетранспортеров они передали нам в рамках последнего пакета. Бронеавтомобили, бронетранспортеров, не знаю, как назвать правильно, передали нам в рамках пакета помощи. Вот так мы сегодня делим страны. Кто нам что дал, кто нам как помог воевать с российским агрессором. Вот такая у нас, вот такой у нас футбол. И, конечно, поздравляю Грузию. Грузия впервые вышла на Евро. Впервые в истории. Это суперстрана, футбольная сверхдержава. Футболисты, которые играли во многих лидирующих мировых клубах в разные годы. Страна, у которой Динамо Тбилиси выигрывала Кубок Кубков. В истории Советского Союза только две команды выигрывали европейские кубки. Это Динамо Тбилиси, представитель Грузии, и Динамо Киев, как представитель Украины, дважды. Все. Больше никто, никакие россияне в еврокубках не выигрывали. Только грузины и украинцы. Поздравляю грузинских братьев, потому что это тоже наши союзники. В том числе много грузинов воюют на фронте. Грузия вышла на Евро. У них вчера был национальный праздник огромного масштаба, непередаваемого. Я радовался, глядя на картины из Кутаиси, из Угдиди, из Тбилиси, из Батуми, из всех больших городов Грузии, где люди вышли на улицу, запускали петарды. Мы бы тоже так. Ребят, мы бы, дорогие друзья, тоже так бы делали. Но мы не можем выйти на улицу, потому что матч закончился в 23.40, и у нас начался комендантский час. А так хотелось выйти на улицу с украинским флагом. Хотелось выйти на улицу, бежать и кричать прямо, знаете, как Тальброди. Анахну бы мапава, анахну и шарим бы мапава. Лерак бы спорт бы аколь. Мы на карте, и мы останемся на карте не только в спорте, но и во всем. Спасибо украинской сборной, что подарила такую радость. А в это же время, в другом каком-то городе, я уж не знаю, где это было, был товарищеский матч, сборные Франции и Чили по футболу играли и провели минуту молчания в память о жертвах трагедии в Крокусе. Это вчера, во вторник это было вчера. Полный трэш, нет? Прошло пять дней после того, как, да, в Крокусе, в России был теракт. Это правда. Пять дней назад. За эти пять дней россияне убили у нас больше людей, чем ИГИЛ убил в Крокусе. В Крокусе ИГИЛ убил сколько там, 130 человек? Россияне за эти пять дней убили больше украинцев на фронте и в тылу, гораздо больше. Может вы тогда сборной Франции и Чили за нас бы провели минуту молчания и в Крокусе? Очень было неприятно это видеть, конечно. К письму перейду. Письмо сегодня получил важное. Я в честь этого письма, специально в честь этого письма, я подумал, что вот, вот эта футболка, видите, на ней написано «Харьков, ЦУ Украина». Эту футболку подарили мне когда-то в самом начале войны, когда я только начинал свою преступную деятельность как блогер. Мне подарили девушке из Харькова, которые делали вот такие футболки в поддержку Харькова. Вот. И вот сегодня я получил письмо, которое мне напомнило, что у меня есть такая футболка. «Здравствуйте, Михаил. Я Харьковчанка. Если вдруг вы прочитаете мое сообщение в эфире, не называйте, пожалуйста, моего имени. Каждый день смотрю ваши выпуски на YouTube-канале. Все стримы, конечно же, ставлю лайки, и не потому, что вы просите, а потому, что мне нравится вас смотреть, пишет девушка с неназванным именем. Кстати, всех касается, это я уже отдельно от девушки говорю, всех касается то, что, вот видите, она ставит лайки, потому что ей нравится. Если вам нравится то, что я сейчас говорю, ставьте лайк, это раз. Второе, как я и постоянно прошучиваю уж там, пожалуйста, подпишитесь на канал Штельман, потому что, как я уже говорил, до 1 апреля осталось 5 дней, 5 дней, и мне не хватает до юбилея 5000 подписчиков. Вот сейчас покажу вам быстро Штельманометр уже, видите, 395, 5000 осталось, 5 дней, 5000, ну пожалуйста, давайте внизу, значит, ссылка, ну не ссылка, подпишись, подпишись. И лайк, вот как девушка. Теперь перехожу к серьезной части ее письма. Шутки кончились, и реверансы кончились. В последнее время события разворачиваются очень стремительно и, похоже, не в нашу пользу. Есть очень много вопросов, на которые хотелось бы получить ответы, но вряд ли мы их получим. Сегодня появилась новость о том, что Польша, ну и НАТО, закроют небо над Западной Украиной. Только и слышно сейчас о том, что Франция введет свои войска, если будет угроза Одессе или Киеву. Это, конечно, радует, не угроза, а то, что за нас вступится, но, а как же Восток, Харьков, Запорожье, Днепр, Сумы? Харьков остался без ТЭЦ, неизвестно еще сколько времени люди будут сидеть без света. Разрушены все производства. Из каждого утига нам говорят, что это только начало, Путлер не остановится, пока не уничтожит все. Ракеты долетают мгновенно, и ПВО их сбить невозможно. Мы не защищены, как Киев или Запад Украины. И французы нам на помощь не придут. Складывается впечатление, что с потерей Харькова и всех остальных мной перечисленных крупных городов уже смирились. Совсем не хочется в это верить. Да и глядя на позицию США, на то, как они «спешат», в кавычках, спешит девушка, с поставками вооружений для нас, на то, как та же Польша хочет запретить для нас ввоз наших товаров, а теперь еще и транзита, но при этом беспрепятственно пропускает все из России и Беларусь, создается впечатление, что нас сейчас начинают уже конкретно сдавать, раз не получилось это сделать два года назад. Никто из них ведь не ожидал, что наш народ такой сильный и будет бороться до победы. Пожалуйста, помогите во всем этом разобраться. Вы знаете и понимаете в миллион раз больше, чем я. И прошу, не судите строго меня за панику и пессимизм. Я безгранично верю в ВСУ. Но на войне люди без оружия не смогут сделать ничего, если на них со всех сторон летят снаряды, и им даже ответить нечем. Спасибо вам большое за вашу мудрость, оптимизм и чувство юмора. Победы мира и добра нам всем. Слава Украине, героям слава. Добавлю уже от себя Харькову тоже слава и Ковчану. Спасибо вам, девушка, за письмо. Хоть вы и просили не называть ваше имя. Ваша паника обоснована в каком-то смысле. Вы говорите, простите меня за панику. Прошу, не судите меня строго за панику и пессимизм. Если вы думаете, что у меня не бывает паники, или у меня не бывает пессимизм, бывает. Только вы в гораздо более тяжелом положении, чем я, потому что вы в Харькове. В Харькове сегодня жизнь просто в разы сложнее, чем в Киеве. Это же правда, вы пишете. Это же правда, вы пишете про то, что город не защищен, что ракеты С-300 пролетают только так на Харьков. Но это, к сожалению, правда. Но что делать? Это так. Вам действительно очень трудно. И у вас есть причины для пессимизма. Для паники я бы не сказал, но для пессимизма точно есть. И да, в Харькове нет электричества, а в Киеве сегодня есть. Но прошлой зимой мы же были вместе. У вас не было электричества, у нас не было электричества. Как-то мы вместе выжили. Сейчас вам труднее, потому что какое-то неравенство образовалось между нашими городами. Но есть такое дело, признаю. 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 Но панику не разделяю. Панику не разделяю. Пессимизм признаю, а панику не разделяю. Первое, вы говорите, что НАТО закроет Запад и Польша закроет небо над Западной Украиной. Ну, послушайте, это же я сказал, больше никто. Ну, честно, это только я сказал. Это была моя версия пути эскалации. Ну, постепенно, постепенно. Постепенно. Это моя версия, что постепенно. Сначала собьют ракету над Польшей, потом над Западной Украиной. И так будут двигаться, так и до Харькова дойдут. Про Макрона скажу сразу в защиту. Вы говорите, Одесса и Киев. Нет, ну, это было идиоматическое выражение. И я всегда поправляю. Я все время, вы, видимо, меня много смотрите. Я часто цитирую Макрона на эту тему. Но я все время говорил, он имел в виду все большие города. Естественно, Харьков он тоже имел в виду. Вот просто естественно. Но он, видимо, по-французски не мог выговорить слово Харьков. Поэтому, да. Он имел в виду любые большие города. Его цель – остановить геноцид. Поэтому он имел в виду, мы не пустим русских в большие города Украины. Ну, города, где люди, которых невозможно всех эвакуировать, вот как всех эвакуировали из Бахмута или всех эвакуировали из Авдеевки. Дальше. Вы говорите, что вот большие города Востока Украины решили сдать. Ну, перестаньте. Ну, перестаньте. Харьков, Запорожье, Днепр, Сумы. Поймите, наша армия сейчас вот стоит, вы же верите в ВСУ, она стоит там, для того, чтобы защитить Харьков, Запорожье, Днепр, Сумы. И удерживает врага. И удерживает уже третий год. И вот я не могу представить, что на третий год россияне, кроме случая атомной бомбы, я не вижу инструментов россиян найти какие-то сверхметоды, сверх какие-то вооружения. Вы думаете, что у них лучше становится каждый день? Нет, у них становится хуже. У них каждый день становится хуже. У них меньше и меньше ресурса. Меньше и меньше снарядов на складах. Меньше и меньше там бронетранспортеров, танков. Они же достают из масла, да, старые советские там, причем уже 50-х, 60-х годов танки БТР. Ну, конечно, это тоже ресурс, который исчерпывается. Не надо думать, что он исчерпывается. Вот, поэтому никто нас никуда не предавал. Я не слышу этих настроений нигде в Европе ни разу. То, что там кто-то собирается что-то сдавать. Просто на это никак не похоже. Ну, нет, я не вижу ни одного признака. И я понимаю, откуда у вас берется эта паника. Скажу, ну, первое, еще раз подчеркну, объективная причина, это то, что вам действительно сейчас очень тяжело. Простите меня, ну, что делать? Вот, а второе, это то, что враг не дремлет. Враг занимается пропагандой. Вам говорят, Путин не остановится. Кто это? Говорит, так это Путин сам и говорит. Кто, он говорит, вот мне сегодня спрашивает кто-то. А Путин собрался Харьков захватывать. Ну, ребята, так он собрался его захватывать и в 22-м году, и в 23-м, и в 24-м. Ну, и что, у него что-то получилось? Он сейчас дальше, вы поймите, он сейчас сильно дальше от захвата Харькова, чем был в марте 22-го года. Ну, сильно дальше. На вселенную, примерно. Поэтому это их пропаганда, так вот нам рассказывать. Да, чтобы всеять панику, да, чтобы нас запугивать. Но при этом еще раз, снова вернусь, третий, восьмой раз, что да, вам действительно очень тяжело. И тут я ничего не могу, я не могу остановить ракеты. Что я могу, подумал я, единственное сделать. Я говорил уже в течение месяца, что никаких сборов сейчас не провожу, потому что, ну, все, мы там насобирали кучу денег на маскировочные сети, на строительство маскировочных сетей, и на таблички для Одессы, помните, и на котиков собирали под Киевом. Вот я решил так, мне писали очень много писем, да простят меня жители других городов, на тему, пожалуйста, помогите собрать вот на это, на то, на все, на пятое, на десятое. Но я подумал, да, действительно, слушайте, в Харькове вот нет электричества, уже который, не знаю, день точно, если не неделю, при Ковчанам сейчас тяжелее всего. И так как я обещал следующий сбор провести в апреле, а апрель уж близится, ну, следующий какой-то сбор средств, то я предлагаю, если слушают меня сейчас люди из Харькова, у которых есть какие-то организации, которые чем-то занимаются, напишите мне, и я выберу кого-то, я не знаю, одну или несколько организаций, и предложу зрителям канала Штельмана организовать сбор средств на какую-то помощь. Кому? Это может быть следующий вариант. Это может быть, что люди в Харькове что-то делают. Вот, пожалуйста, маскировочные свечи, там, сетки, я не знаю, что вы делаете, да, если вы делаете что-то в Харькове своими руками, или как-то вы там организовали какое-то производство, вам нужны материалы, то напишите. Либо, если вы помогаете непосредственно харьковчанам, ну, например, там, не знаю, помогаете харьковским пенсионерам пережить то, что у них нет электроэнергии. Но если вы добровольческая какого-то, волонтерская такого рода организация, вот если что-то такое вы делаете, в общем, не важно что, но обязательно нужно было связано с Харьковом. Либо вы делаете что-то для харьковчан, либо вы харьковчане, которые делают что-то для фронта. Но, пожалуйста, у меня есть, к сожалению, несколько условий, я объясню почему. Так как мне же потом отвечать за все это придется, да, то мне нужно, чтобы вы просто, во-первых, пишите только те, кто сам этим занимается. То есть не пишите вот, ну, не прокатит письмо под названием Михаила, посмотрите, вот есть замечательно интересная организация, вон что они делают. Нет, так не получится, потому что отчетность-то потом нужна от этой организации, а вы же не сможете мне отчетность прислать. Поэтому вот если вы, эта организация, если вы эти волонтеры, вы, ну, сами этим занимаетесь, то вы мне и пишите. Это первое. Второе. Ну, мне нужно, чтобы вы прислали мне, как бы, некие, там, материалы о себе. То есть ваш фейсбук, фотографии, там, что вы делали, отзывы, тогда я увижу, что это по-настоящему. Мне же трудно проверить тоже всех. Я не могу проверить. Вы в Харькове, тем более, находитесь. Вот. Второе, значит, первое, что это именно вы занимаетесь. Второе, что вот доказательства всего этого, видео, фотографии и так далее. И третье, что нужна будет обязательно в этом случае банка-монобанка. Других способов сбора денег не существует, сразу скажу. Вот все остальное нереально. Забудьте про все, там, карточки приват и так далее. Вот если вы сможете сделать банку-монобанка, только так. И вы должны написать, вот нам нужно вот столько денег вот на это. Прямым текстом пишите. Мы хотим собрать, там, 200 тысяч гривен на материалы вот для такого там мероприятия. Так что, Харьков, я жду от вас таких писем. Вы помните, что писать нужно, нет, не в комментариях, не в комментариях к этому видео. В этом видео вы можете только подписаться на канал, чтобы надо поставить лайк. А писать нужно через Facebook. Там линк указан на Facebook. Это общественная страница моя в Facebook. И вы туда пишите, я получаю это сообщение. Вы даже напишите сверху там, Харьков, просто слово Харьков. И дальше пишите свой текст, хорошо? Чтоб я точно не потерял и обращал внимание. Простите, что я так увлекся и утошел от новостей. Но мне показалось это письмо чрезвычайно важным, дорогие друзья. Вообще, вы смотрите Штельман за сегодня, а 27 марта. Но вчера произошло важное событие, которое заслуживает некоторых еще комментариев дополнительных к тому, что было сказано мной коротко вчера. Зачитаю вам кое-что. Русское чудовище будет уничтожено. Причудливое существо погибнет и сгинет во мраке истории. И сделает это украинский воин, за плечами которого стоит наша история, наша судьба и наша миссия. Быть мечом во тьме, дозорным на стене, щитом, охраняющим царство людей. Спасибо всем. Слава Украине. Вот с таким миссионерским посланием на прощание обратился к нам Алексей Данилов, глава РНБО, который вчера был уволен Владимиром Зеленским. Вот. Ну, говорит, 4 года, 5 месяцев, 24 дня в должности секретаря Совета Национальной Безопасности и Обороны. Работы, которые отдавались до последнего. Дни, за которые не стыдно. Часы, которые влетели молниеносно. Спасибо судьбе, что дала мне возможность служить своей стране и своему народу во время мира и во время войны. Спасибо президенту Украины за доверие и за возможность быть причастным к написанию великой истории в момент наибольшего испытания и наибольшего подъема. Просто я прочитал вам это, потому что это золотые действительно слова. Вот прям золотые слова, все, что здесь сказано. Как бы трудно ни было, вот, кстати, вам девушка из Харькова, ответ от Данилова. Как бы трудно ни было, какой бы беспросветной ни казалась ситуация, мы работали, будем работать в дальнейшем для Украины, ради Украины. Верили и верим в нашу победу. Спасибо вам, Алексей Данилов, за все, что вы сделали. Тем более, что благодарил вас и президент Зеленский, который сказал, что после вот этого самого увольнения Данилова, сегодня продолжил перезагрузку, я благодарен Алексею Данилову за работу в дождь секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Он переводится в другое направление. Об этом позже, об этом позже сказал Данилов. И я подумал, ну раз у нас такая традиция, что людей из больших постов отправляют потом послами, то у меня есть замечательное местечко для Алексея Данилова. Давайте победим Российскую Федерацию, установим с ней дипотношения и пошлем Алексея Данилова послом в Москву. Вот пусть он там сидит и рассказывает. Но нужно будет перевоспитывать правильно всю Российскую Федерацию. Я думаю, что вот послевоенный посол в Москве для Алексея Данилова просто идеальная работа. Просто лучше не придумаешь. Он там научит, научит любить свободу. Вот так, спасибо еще раз, правда. Короткое сообщение вчерашний, да, в два вчерашних комментария к вчерашнему видео. Ёлка Запотоцкая написала мне вчера в комментарии под видео. Тут я имена смело, смотрите. Вы когда мне пишете, да, говорит, не называйте моим имя. Я называю имена тех, кто пишет в открытую в Ютюбе. Кто пишет мне на Фейсбук, я же имен-то не называю, да? Ну только если имена собственные, но они ни о чем не говорят. Итак, Ёлка Запотоцкая пишет. Насобирайте уже Шетельману 400 тысяч, порадуйте человека ко дню юмора. Вот, а я ведь даже не подумал, Ёлка, спасибо вам за напоминание. Вот я прошу к 1 апреля 400 тысяч, а я и забыл, что это день юмора. Хорошо, что я к юмору никакого отношения не имею, что выпуски Шетельман за сегодня всегда абсолютно серьезные. Но вы правы, Ёлки. Насобирайте уже Шетельману 400 тысяч подписчиков, чтобы перестал бы он ныть. Хотя он ныть не перестанет до миллиона, вы об этом тоже знаете. Вот интересно, Элеонора пишет из Германии. Это она откликнулась на мой вчерашний спич. Помните про опрос американцев? Когда я сказал, что 15% американцев считают, что в случае ядерного удара по Америке не надо вступать в войну с Россией. Не надо. По Америке есть ядерный удар. И вот Элеонора не выдерживает и пишет следующее. 15% американцев, которые считают, что не надо объявлять войну РФ в случае нанесения Америки удара. Они вопрос-то поняли? Может, нужно было растолковать? Это прям как в Библии. По одной щеке ударили, поставь вторую. Отказываюсь понимать. Опрос проводился точно среди адекватных людей? И Элеонора. Элеонора. Вот поверьте мне, я уверен, что они ничего не поняли. Но я проводил множество опросов. Видел сам фокус группы много раз. Но я сидел там, человек проводит, а я через зеркало, знаете, когда с одной стороны люди сидят, у них зеркальная стена, а я их вижу. Наблюдал за реакциями. Правда, 15% людей не способны понять вопросы, которые им задают. Sorry, это так. Это нормально. И это не только в Америке. Не знаю, американцы тупые. Нет. Но это везде так, Элеонора. Ну что вы. Ну подойдите на улицу, спрашивайте людей, просто случайных прохожих о чем-нибудь. Вы убедитесь, что 15% людей не поймут, про что вы спрашиваете. Поэтому не переживайте за американцев. Это так. Поэтому в любом опросе, когда мы слышим, что, не знаю, 60% шведов поддерживают поставки оружия в Украину, это такое вау. Это прям считайте, что все. Считайте, что все. Наши остальные не поняли вопрос. Это к разговору о социологических исследованиях. На фронт переносимся. Видимо, снова пошла интенсификация боевых действий. Так что, 1030 россиян вчера полегли в Украине. Один из танков, 9 БТРов, 27 артиллерийских орудий уничтожены. Сбито также 10 из 13 шахедов, которые летели в Украину. Но 10 из 13 это не все. Россияне атаковали Харьковщину. Харьковщину шахедами, ураганами, градами. Есть разрушение, четверо раненых. За минувшие сутки российские захватчики обстреляли 15 населенных пунктов Харьковщины. В результате чего повреждены дома, трое жителей региона получили ранения. Артиллерийским минометным ударом подверглись 15 населенных пунктов. По Изюму тоже обстрел с шахедом, в результате которого повреждено здание учебного заведения и частный дом. Охранник получил ранение. Но при этом, знаете, про ракеты хочу сказать. Мне тут упрекают некоторые, что я слишком легкомысленно на что-то говорил про ракеты. Писали мне тут сообщения разные люди тоже, что вот, вы в прошлый раз сказали, что ракеты, там ничего от них плохого, а посмотрите, что они сделали. Я не говорил, что ничего от них плохого. Я говорил, что вот тот удар, о котором я описывал в тот день, удар 31 ракетой, когда они ударили ими без шахедов, без подготовки и так далее, что он был неэффективный. Я говорил, что россиянам, чтобы сделать удары эффективными, нужна координация всего этого, самолетов А-50. Я думаю, сейчас они ровно этим занимаются. Но вместе с тем, вот вчера, тоже в одном из эфиров мне говорят, ну вот, скажите, Михаил, сегодня ночь уже там готовится ракетная атака на нас. Я каждый раз выражаю такие сомнения. Говорю, подождите, это что, вооруженные силы Украины сообщили? Ну нет, говорит мой ведущий. Ребята, ну так нельзя. Ну нельзя распространять панические слухи. Вот понимаете, что если вам скажут, ты знаешь сегодня точно ракетный удар. Ну откуда человек это может знать? И когда мне рассказывают, мой кум служит на границе на радаре, он видел, что там русские уже бегают между самолетами в Мурманске. Ну пум-пум, ну серьезно, ну перестаньте. И вы знаете, что самое обидное? Иногда же прогноз окажется правдивым. Почему? Если каждый день кричат ракеты, ракеты, то однажды они правда уж прилетают. Но перестаньте разводить панику. Но если вам кто-то сказал, все, сегодня точно будет обстрел. Ну блин, он может быть в любой день и может не быть в любой день. Никто не знает. Нет ни одного человека в мире, который, кроме там, не знаю, вот там командование российское, может и знает, да, что в этот день будет ракетный обстрел. Но оно вам не сообщит, и нам не сообщит. И точно вашему куму не сообщит. Поэтому никого в этом смысле не слушайте. Я ни разу вам не говорил, все, сегодня ночью будет обстрел. Ну перестаньте. Но это не серьезно. Давайте будем реалистами. Есть вещи предсказуемые, а есть для нас непредсказуемые. Это я по поводу того, что вчера реально развели панику, все, сегодня ночью будет массированный обстрел. А сегодня утром, как и упс, не было обстрела. Он может быть в любую ночь, в любую. Но мы не узнаем заранее, простите. Не узнаем. Тем более, ну вы могли об этом убедиться, да, в этом? Я говорю, два года такие вещи слышу, что все, сегодня точно обстрел. Ах. А вот Лукашенко, а вот нападение на Суваловский коридор теперь становится более вероятным, потому что Лукашенко со шпицем напрямую заявили, они провели военное совещание у себя там в Беларуси со шпицем и заявили, что да, все, будет готовы они биться против стран Балтии за Суваловский коридор. Вот что он говорит. Лукашенко поинтересовался, слушайте, говорит, а какая ширина, говорит, Суваловского коридора? Да, почему я со шпицем говорю, потому что Лукашенко в военной форме, в кепке, не знаю, что это за форма и какой у него род войск, но он со шпицем, в буквальном смысле шпиц. Шпиц это такая белая большая собака. Ну как большая, на руках он ее держит. Лукашенко со шпицем, если его не видели, наберите в ютубчике Лукашенко со шпицем, вы будете в шоке, он теперь на все государственные совещания ходит со шпицем, серьезно. Вот Лукашенко и шпиц, да. Мне прямо опять-таки гафта напоминает, про Ию Савину эпиграмма была. В Крыму гуляли две собаки, побольше шпиц, поменьше Ия. Не знаю, про что это было, я еще маленький был, когда все это читал, но тем не менее. Вот шпиц, 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 барон обершпиц напал на русский шпиц, да. Да, значит, вот это самопровозглашенный президент Белоруссии Лукашенко, он приехал куда-то там, командующему северо-западным оперативным командованием, северо-запад, ну то есть туда, где Сувалский коридор, грубо говоря, он приехал, в Белоруссию. И говорит, так, скажите, пожалуйста, сколько тут ширина Сувалского коридора? Тут, говорит, 42 километра по прямой, если, значит, до Калининграда. А, говорит Лукашенко, зря они так себя ведут, говорит, ну, про балтийские страны. Но сейчас тебе придется противостоять балтийским республикам, и часть Польши ты прихватываешь. Вот. Сможет, говорит, удержать своими войсками, значит, нашу линию обороны? Да, конечно, все действия спланированы, и так далее, и так далее, и так далее. То есть Лукашенко приехал грозить балтийским странам, что его армия вместе со шпицом нападет на балтийские страны, или на Польшу. Чтобы прорубать вот этот коридор. Интересно, девки пляшут, называется, Лукашенко проснулся, великий воин. Вот меня интересует во всем этом шпиц, почему он ездит со шпицом. Я вспомнил, раньше он же ездил с Колей, помните? Коля это его сын, который ниоткуда-то материализовался, потому что жены у него не было, ничего не было. Вдруг появился маленький мальчик Коля, который он стал возить точно так же. На все военные совещания, на все важнейшие военные переговоры, там, не знаю, к Папе Римскому, кому угодно. У него маленький такой Коля Лукашенко. Это, говорит, Коля. Николай Лукашенко. И вся Беларусь тогда, типа, такая, кто? Что за покемон? А он у каждого такой, ну, так это же Коля, говорит, это мой сыну, такой маленький Коля. Стал его таскать везде. Потом сказал, что Коля, говорит, это мой теперь наследник будет, я его сделаю президентом, он будет следующим президентом Беларуси. Ну вот, а теперь Шпиц. Он, правда, еще не сказал Лукашенко, что Шпиц будет следующим президентом Беларуси, но я не удивлюсь. Ну, если 80% он как-то смог набрать на выборах 2020 года непонятным способом, так и Шпиц наберет, я думаю, не меньше, правильно? Дальше. Ну, для этого нужно Шпица тоже. Вот Коля, у этого Лукашенко, когда ему было лет 8 или 10, нарядили в военную форму, прям погоны, все дела, и он принимал парад Беларусской армии на 9 мая. Я думаю, на это 9 мая принимать парад будет Шпиц. Командовать парадом будет Шпиц. Правильно. О. Командовать парадом будет Шпиц. Правильно. Хороший заголовок поставлю сегодня на это видео. Командовать парадом будет Шпиц. Значит, командовать парадом будет Шпиц, и я подумал, а что вдруг Шпиц? Ну, я понял, в чем дело. Знаете, тут теория заговора у меня сработала в башке. Я думаю, вот Коля же исчез, а появился Шпиц. Был Коля, стал Шпиц. Вряд ли у Лукашенко родился Шпиц, или его кто-то смог убедить. Но это же какая-то до этого женщина смогла убедить Лукашенко, что это от него родился Коля. А теперь какая-то другая должна была сучку убедить, что от него родился Шпиц. Ну, Лукашенко, наверное, не такой, правильно уж совсем. Я думаю, что русские, россияне, они же как-то должны вот это Лукашенко шантажировать. Они украли Колю Лукашенко, который уехал учиться куда-то там, то ли в Москву, то ли в Китай, непонятно. Они его украли и подложили ему Шпица, и сказали, что они превратили Колю Лукашенко в Шпица. И он думает, что это Коля Лукашенко, что это россияне заколдовали, что это этот патриарх Гундяев сделал трах-тебедох-тох-тох и сделал из Шпица, из Коли Лукашенко шпица. Я думаю, здесь в этом главная военная тайна Лукашенко. Вот мне кажется, что так, командовать парадом будет Шпиц. Да. Сама смешно, когда я. Правда, сам придумал, сам посмеялся, но простите меня за мою слабость. Но, по-моему, это очень смешно. Точно уж подпишитесь на канал Штальман за это и поставьте лайк. Но сам Лукашенко тем временем не остановился на достигнутом и стал противоречить официальной версии Путина об участии Украины в теракте в Крокусе, который совершил вроде бы как ИГИЛ. Значит, что он сказал? У него поинтересовались. Слушайте, говорят, а правда, что террористы пытались через Брянскую область спрятаться в Белоруссии? Лукашенко говорит. Да, говорит, но они не смогли пройти в Беларусь, поскольку в первую минуту, когда в России часть области перешла на усиленный режим безопасности, что как только в России вот это все случилось, то у нас, наша часть области, белорусская, перешла в усиленный режим безопасности. Поэтому они в Беларусь никак не могли зайти, они это видели. Они поехали, ехали к нам в Беларусь, но у нас тут все было в безопасности. И они тогда отвернулись и пошли на участок российско-украинской границы. Как только главам государств поступила информация от спецслужб о том, что автомобиль с террористами движения в направлении Брянской была достигнута, говорила, что Беларусь блокирует свой участок направления вероятного движения преступников, а Россия блокирует свой. То есть Лукашенко прямо противоречит версии Путина о том, что вот эти самые бандиты хотели скрыться в Украине. Зачем он это делает? Поясняю, объясняю. Но это у меня такая версия. Тут как раз все, мне кажется, вписывается. А он не хочет потом отвечать совместно с Путиным за все эти делишки. Ну потом будут разборки, то, сё, кто что врал, зачем, почему. Когда будет настоящий какой-то международный расследование этого теракта. Он скажет, нет, а я сразу говорил, что. Я что, говорил, что Украина? Я не говорил, ребят. Вот по-моему Лукашенко сообразил, что сейчас лучше быть потенциальной жертвой ИГИЛа, чем обвинять Украину в том, что она тренирует каких-то мусульманских фундаменталистов на Ближнем Востоке. Что его место сейчас вот там больше в этом вопросе с цивилизованным миром, чем с россиянами. Ну, побрезговал он Путиным и его версией про вот это вот всё. А вот Блумберг выдал такую новость, не знаю, заголовок мне показался, ай, смешным. В окружении Путина не считают, что Украина причастна к теракту в Подмосковье. Да. Люди из окружения Путина сообщили, что нет никаких доказательств причастности Украины к стрельбе. Несмотря на это, лидеры РФ решительно стремятся использовать теракт для того, чтобы попытаться сплотить россиян вокруг войны в Украине. По информации Блумберг, кремлёвские чиновники были шокированы неспособностью службы безопасности предотвратить нападение на людей. Ужас-то какой шокированный, шокированный. Да. Вот. Но вот мне кажется, что тезис Блумберга о том, что, значит, в окружении Путина не считают, что Украина причастна, но он какой-то прям юмористический. Это как вот это? Что это за окружение такое? Это они звонят Бортникову, говорят, слушайте, а как вы считаете? Говорят, нет, что вы, ну Путин бредит вообще, это ерунда всё полная. Тогда Песков, ну он же окружение Путина, Песков, что там? Не, ну какая Украина, что вы это, ИГИЛ? Или там Собянину. Да не, ну как вы могли подумать на Украину? Вот как Блумберг это узнал, что в окружении Путина кто-то не верит Путину? Как сегодня это можно узнать в окружении Путина? Кто-то не верит в путинскую версию. Вау, мэджик. Да, ну вот вчера я вам зачитывал ближе-ближе к концу выпуска сообщение Леонида Невзлина по поводу того, как израильское посольство взяло и выразило соболезную правительству Российской Федерации. Что, конечно, ужасно совершенно. Израильское посольство в России. Вообще с израильскими послами в России как-то прям проблема. Они приезжают в Москву, вот был Александр Бенцеви послом и вел такую пророссийскую откровенную риторику там и так далее. В интервью про российскую. Потом приехал и новый посол Симона Гальперин. И вроде бы она взялась совершенно по-другому, из другого конца и осуждала Россию за войну в Украине. Прямо осуждала. И за поддержку Хамаса осуждала. В общем, все было правильно и круто. Ее вызывают в посольство, в посольство в МИД. И знаете, что происходит? Это новая новость. То есть не вчерашняя. Еще одна. Это я причем, заметьте. Не то, что сам не придумал. Я прочитал это на официальном фейсбуке посольства Израиля в России. То есть люди это выставляют как достижение. Посол Израиля Симона Гальперин подписала книгу соболезнований в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. И там выставлена фотография, как сидит посол Израиля, подписан, а ей русский солдат военный в военной форме подносит эту книгу. Представляете? То есть военный преступник, убийца ей подносит книгу. И дальше текст. Я весь зачитывать не буду, только первый абзац. Поверьте, вам хватит. От имени правительства и народа государства Израиль выражаю искренние соболезнования в связи с трагической гибелью людей. До сюда можно согласиться. Семьи погибших, российский народ и руководство страны. Наши молитвы с вами. Наши молитвы с вами. Итак, заметьте. Посол написал это от имени правительства и народа государства Израиля. И она от имени народа государства Израиль говорит руководству России, руководству страны. Наши молитвы с вами. Так что, уважаемые израильтяне, если у меня сейчас смотрят люди из Израиля или граждане Израиля. Посол Израиля в России утверждает, что ваши молитвы сейчас с руководством России, с международным военным преступником Путиным и другими убийцами. Я почему-то не думаю, что вы разделяете это мнение посла Израиля в России. Найдите в Фейсбуке страницу посольства России. Я не буду это специально делать. Захотите, сами сделаете. Я про израильтян сейчас. Только израильтян, я думаю, касается в этом смысле. Не про украинцев. Но если израильтяне, вы не согласны с этим тезисом, то вы найдите в Фейсбуке страницу официальную посольства государства Израиля в Российской Федерации. И напишите свое мнение под этим постом. Мне кажется, это будет интересно узнать посольству. Что мы, израильтяне, про это думаем. Не, что думают про это украинцы. Что думают про это израильтяне. Мне, как израильтянину, стыдно, конечно, за то, что посол говорит, что молитва израильтян с руководством России сейчас. С Путиным, с военными преступниками. У меня нет объяснения этому явления. Нет. Кто-то еще сомневался, что они военные преступники? Про это руководство? Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь российскими оккупантами 32 украинских военнопленных. Это зафиксировано с 1 декабря по 20... С 1 декабря 23 года по 29 февраля 24. ООН посчитала, казнь, насчитала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных. Это было в отчете мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Зафиксированы достоверные сообщения о казни 12 украинских военнопленных. Ой, 32, извините. Украинских военнопленных. В 12 отдельных случаях. То есть иногда понесколько казнили россияне. Также эксперты провели интервью с 60 украинскими военными, недавно освобождившимися из плена. И установили, что большинство из них подвергались сексуальному насилию. Вот этим людям точно надо выражать соболезнования. Точно надо им молиться за них. За этих людей надо молиться. Прямо точно. С ними нужно сотрудничать в области борьбы с террором. В течение трехмесячного периода количество жертв среди гражданского населения оставалось высоким. Из-за насилия, связанного с конфликтом, погибли 429 гражданских лиц, и еще 1374 человека были ранены. А точно сборная Франции в этом товарищеском матче минуту молчания по тем, кому надо, проводила. Ну, кстати, все это... Ладно, Францию мы простим за то, что она пообещала вскоре передать Украине 78 самоходных артиллерийских установок Сезар. Об этом нам сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Лекорню на корню сообщил, что Париж вскоре сможет поставить Украине 78 Сау-Сезар. Все это на пресс-конференции было, что между Францией, Украиной и Данией есть такая договоренность о финансировании вот этих 155-мм гаубиц, и поэтому это поможет Франции быстро их доставить. А также 80 тысяч снарядов, кроме самих гаубиц, 155 миллиметров вот для этих самых пушек. Для сравнения, в прошлом году было поставлено 30 тысяч снарядов французами, в этом году 80 тысяч снарядов. Это абсолютно необходимость. Как по мне, это неправильно, что американские налогоплательщики должны платить так много за безопасность европейцев, сказал Лекорню. Так что видите, уважаемая моя зрительница из Харькова, нас не бросили. Вы говорите, нечем нашим бойцам будет биться, ну вот еще 78 гаубиц, еще 80 тысяч снарядов. Европа делает то, что может. А Америка, Америка, Америка. Америка остается Америкой. Шести из семи шапких штатов Байден догоняет Трампа в рейтингах. Что такое шапки и штаты? Значит, ну вот я вам в целом говорил, что Байден за февраль месяц обошел уже Трампа на 1%, по рейтингам предвыборным, но там ведь выборы проходят в каждом штате отдельно, и нужно выигрывать каждый штат отдельно, чтобы получить выборщиков этого штата. И есть вот штаты, где у республиканцев большое преимущество, есть те, кто у демократов большое преимущество, а есть так называемые шапки, где никто не знает, кто победит. И вот, значит, согласно опросам Блумберга и Морнинг-Консалт, рост рейтинга Байдена в шести из семи шапких штатов, где избирательные симпатии периодически переходят от республиканцев к демократам и наоборот. Значит, показали опросы эти лучшие ситуации для Байдена по сравнению с предыдущими за полгода. Существенно изменилось настроение в Висконсине. Байден теперь опережает Трампа на 1%, тогда как в феврале отставал на 4%. То есть это уже мартовские данные. В Пенсильвании Трамп был впереди на 6%, а теперь поддержка его и Байдена сравнялась. В Пенсильвании 45 на 45. Такие же равные показатели и в Мичигане. В Аризоне, Неваде, Северной Каролине Трамп опережает Байдена, но разрыв между ними сократился. И только в штате Джорджия Трамп нарастил отрыв от Байдена. Пока трудно спрогнозировать, свидетельствуют ли эти результаты о переломе в пользу Байдена, который дальше усилится, или симпатии избирателей снова качнулся в противоположную сторону, говорят нам люди, которые приводили вот этот опрос. Но это просто нам интересно. Но Байден, кстати, разошелся, то есть расходился, и продолжает лить не воду на мельницу врага, а говно на голову Путина, и в очередной раз оскорбил его, назвав, значит, он встречался как раз в одном из колеблющихся штатов, где же это было, это в Северной Каролине, он проводил предвыборные митинги, и сказал, что США могли бы помочь Украине обороняться от этого мясника Путина. Вот так сегодня назвал его мясником. Мы могли бы сделать так много важных вещей, в том числе, наконец, позаботиться о выделении помощи Украине для защиты от этого мясника Путина. Ну, напомню, что пару месяцев назад он говорил, у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин, и другие нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта. Да, этого он называл Путина убийцей, мясником, и вообще любит высказать какое-нибудь жаркое словечко в адрес товарища Путина. Ну, близится к завершению наш выпуск. Вы пока ставите лайки. Из раздела недоразумений, странных недоразумений, 18 палестинцев погибли при доставке гуманитарной помощи от США в сектор газа. Значит, в Соединенных Штаты сбрасывают самолеты в гуманитарную помощь в море возле берега сектора газа. Был случай, когда погибло 5 человек, от простой по голове попало этой гуманитарной помощью. Сейчас все хуже. 18 человек вчера погибло, потому что они сбросили это в море, а люди поплыли все это ловить. 12 человек утонули, а 6 погибли в давке на выходе из моря. В давке на выходе из моря. Вот такие странные новости приходят с Ближнего Востока. Так что гуманитарная помощь не всегда полезна. Не вся гуманитарная помощь одинаково бывает полезна. Все. Еще раз напомню про Харьков. Что нужно делать, вы знаете. Еще раз поздравлю Украину с выходом на чемпионат Европы. И еще раз попрошу вас... Грузию тоже, кстати. Геннадзвали. Поздравляю. И еще раз скажу, что на носу 1 апреля пора ставить лайки и подписываться на канал Штебман. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok